Четвертый год подряд Всероссийская неделя охраны труда проводится в Сочи. Здесь профессионалы обсуждают вопросы, которые затрагивают интересы миллионов людей. Главный из которых – обеспечение комфортных условий труда и сохранение здоровья работников. Ключевым событием деловой программы стала презентация проекта Vision Zero. Как предотвратить профессиональные травмы, участникам рассказал генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения Ханс Хорст Конколевский. К слову, в прошлом году количество несчастных случаев со смертельным исходом на российских предприятиях сократилось на треть. Это результат совершенствования законодательства в этой сфере, подчеркнул министр труда Максим Топилин. Десять дней назад приняло решение о том, что в Российской Федерации начала действовать под программу «Безопасный труд». В рамках госпрограммы «Содействие занятости» принято решение, что начнет свою реализацию программа «Безопасный труд». Мы должны разрабатывать вместе с вами общие методологические подходы, общие взгляды с тем, чтобы уже работодатели, прежде всего работодатели, вкладывались в дело безопасности. По традиции, именно на этой площадке проходит и презентация инновационных проектов, выставка современных технологий. Есть, что показать и предприятиям Краснодарского края. В Краснодарском крае есть ряд таких предприятий. Продукцию специализированную для того, чтобы мы обеспечили работников разных сфер спецодеждой, специальным оборудованием, чтобы, конечно, обезопасить сегодня производительность труда. Что касается Краснодарского края, то у нас показатели по травмоопасности, в общем-то, мы стараемся их снижать максимально. Вы знаете, что в ряде производственных сфер, тем не менее, это сохраняется, в первую очередь, в строительной сфере. Но культура безопасного труда, она должна начинаться с раннего детства и на самом деле должна начинаться из дома, из семьи. С этой целью Минтруд проводит в стране выставку детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Участие в ней приняло подрастающее поколение из 38 регионов России. Среди победителей – два сочинца. Ну а цель проста – привлечь внимание общественности к проблемам производственного травматизма, начиная со школьной скамьи. Это так называемая профилактика. Сами же предприятия должны гарантировать сотруднику сохранность жизни и здоровья. Один из способов – это оздоровление в санаториях. Так, свое здоровье в пансионатах Сочи поправляют работники различных, в том числе промышленных предприятий со всей страны. На курорте налажена система профсоюзных путевок. Наряду с тем, что они занимаются своими главными задачами, изучают опыт в области охраны труда, делятся опытом. Потом обязательно приехать в город уже со своими друзьями, с семьей на отдых. Потому что отдых – это и есть охрана труда. Каждый человек, который пройдет оздоровление в городе Сочи, он точно год будет в хорошем настроении и в хорошем здоровье. И это ему позволит достойно работать без травм и всевозможных ЧП. Охрана труда подразумевает и вопрос охраны прав работника. Этот вопрос также поднимут на Всероссийской неделе. В Сочи же эта работа считается приоритетной. Масштабная борьба с неформальной занятостью, которую ведет руководство курорта, минимизирует случаи, когда бывший сотрудник остается и без работы, и без пенсии, и без социальных гарантий. Для этого в Сочи еженедельно проходят проверки предприятий.